На 169-м километре Серовского тракта, возле тамошней Общепитовской достопримечательности, на парковке придорожной шашлычки Усахила, дислоцирующейся в поселке Малая Лая, на улице Ицы Молодежной Южной 16-10, стой остановись, приключился очень сильно медленный замес. Как будто при съемках этого видео на уличной камере включили режим РАПИД, анаграммой которого является слово... А, нет, нет, это же сейчас по телеку-то нельзя. Декорация такая. По Серовскому тракту катилась фура МАН с прицепом, приписанная, судя по набортной живописи, к торговой сети МАГНИТ 761-ми ростовскими номерами. За рулем МАГНИТа МАНА сидел набуханный в Сапелюшечку 61-летний дальнобой, родом из Верхотурья. По какому поводу он посредь бела дня надубасился неизвестно, но факт, что в восьмом часу вечера он заехал на парковку кафе Усахила, и там произошло странное. Красноголовая фура МАН с прицепом и бухим пилотом очень медленно пересекла всю парковку по диагонали и на глазах, мягко говоря, офигевших зрителей замолотила два мирно запаркованных болида, владельцы которых торпезничали в шашлычке. Под удар на МАГНИЧного МАНА сначала попал белый подорожник Кия Оптима, который фура шоркнула мордой по корме. Ну а основной огонь принял на себя, на свой правый бок, китайский черный бездорожник Хавейл, ну или говоря по-русски Хавал, хозяин которого в момент мягонького удара Хавал. В районе 169-го километра автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов водитель автомобиля МАН, мужчина 1963 года рождения, уроженец города Верхотурья, двигаясь по парковке, допустил наезд на два припаркованных стоящих автомобиля, модели Кия Оптима и Хавал. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Какова сумма материального урона, нанесенного двум болидам? Это вопросы к ОСАГО. Но ущерб, несмотря на очень низкую скорость замеса, конечно же есть. И это, согласитесь, вот прям судьба человека, ну или может быть судьба машины. Это как русская рулетка. На парковке у Сахила стояли по меньшей мере 13 ТСов, 11 легковушек и 2 фуры, и это только то, что попало в поле зрения камеры. И при таком богатстве выбора фура примагнитилась именно к оптимальной Киянке и Хавальнику. А знаете, может быть это даже и честь, попасть в криминальные аналы Урала в рамках такого уникального замеса. Вот автор этих строк о ДТП рассказывает по телеку уже более трех десятков лет. Но такого медленного замеса, как будто бы ни разу не видал, по крайней мере, что-то на вскидку не припомню. Возможно, это был самый медленный замес в истории Среднего Урала. Почему фура наползла на два стоячих болида, это знает только сам бухой Верхотурский дальнобой. И, возможно, он причину уже поведал гаишникам. А вот на месте сверхмедленного замеса он языком особо не молол, ну просто не мог в силу физического состояния. Гаишники его продули в карты, да шучу, шучу, в алкодудку, и дыхательный аппарат намерил 0,9 мг на литр. Такое количество можно писать словами «хорошо посидели». Но, думается, даже и в таком уработанном состоянии и нестоянии опытный пилот не мог не заметить, что медленно едет в сторону запаркованных машин. Есть мнение, что он на парковке тормознулся, лег спать, а МАН самостоятельно поехал и забодал два болида. Но независимо, гаишники нарисовали пилоту кооптированную статью. В отношении водителя автомобиля МАН сотрудниками госавтоинспекции составлен административный материал, предусмотренный статьей 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Ну, если кто вдруг не догадался, то 12.8 КОАП – это пьяное руление, которое предполагает штраф в 30 тысяч и лишение прав от полутора до двух лет. Субтитры создавал DimaTorzok